Такой у нас прибор, румынского происхождения, дробилочка с электромотором. Вот на очереди стоит наш виноград, каберне-савиньон. Красавчик! Ребята, у этого винограда сахар до 25%. Смотрите, агрегат нам очень нравится, с электроприводом. Работает как машинка Зингер. Короче говоря, ребята, слушайте. Сейчас у нас на очереди стоит виноград под названием каберне. Отличнейший, сладкий, вкусный виноград, из которого получается вино номер один в мире. Короче, одним словом, нам надо перетеребить его. Потом отбираем грибненоски, вот это сетка язык. Убираем грибненоски. Потом их ставим в кады и все. Вот, и потом мясайте, короче, три дня мясайте, или сколько, четыре, пока мяс... Сапка не упадет, там вниз, и все, что там, один раз. Из мысли, вот смотрите, вот, видите, это у нас белое вино. Рыкоцтели. Там у нас черное, там, там, короче, у нас его очень много. Одним словом, работа. Еще, ребята, у нас будет вино из грузинского винограда под названием Саперрави. Юг Одесской области, почти под румынской границей, созревал этот вкуснющий виноград, ребята. Из него получается вино в Грузии под названием Кинзмараули. И это вино будет у нас разлито в бутылках, и будет все для вас. Только пожелайте, все для вас. И вино, и счастье с вином прибудет в ваш дом. Вот так, ребята. Не теряйте с нами связь, мы всегда вам поможем. Идет процесс дробления винограда. Дробилка состоит из вот таких вот двух волок, ребристых, которые имеют между собой зазор. Электромотор через ремень прибудет в движение эти волы. И таким образом виноград повреждается. Повреждается, и из него будет, из каждой ягоды будет выходить сок. Сок, который будет впоследствии превращен в вино. Старинная технология, которую применяли еще в Древнем Египте, для отделения ягод от грибненожек. И вот спустя вот несколько тысяч лет эта технология пришла к нам. Всем доброе утро. У нас в Одессе сейчас 7 утра. И я приехал очередной раз помешать мезгу поздних сортов винограда, таких как одесский черный, а также каберне савиньон. Ну и одна бочечка у нас есть такого винограда, как ракоцители, грузинский сорт, с превосходными вкусовыми качествами. Вот так у нас выглядит все в бочке. Шапка немножко поднялась. Сейчас ее будем перемешивать. Большая часть вин уже стоит на тихом брожении. Вот вы видите гидрозатвор на бочке Пену Нуар. Молодые виноделы часто задают вопрос, когда же нужно после горящего, то есть верхнего брожения, сливать сусло в бочку на тихое брожение? Ну, мы применяем вот такой вот простой метод. Значит, открыли нашу кабру, в которой находится мезга. И поджигая спичку, знаем, что спичка горит при наличии кислорода, мы эту горячую спичку подносим к поверхности нашей мезги. И если она у нас еще тухнет, следовательно, процесс брожения еще происходит. И мы, перемешивая, выдерживаем еще некоторое время наше сусло на мезге. И когда уже спичка перестанет тухнуть, то есть она будет продолжать гореть, и тем самым показывая, что уже выделение углекислого газа в той степени, которая бы потушила спичку, уже не происходит. Это тот момент, когда мы переливаем сусло в бочку, и у нас уже начинается тихое брожение. Яблочно-молочно-кислое. А это брожение, верхнее, первичное, оно называется спиртовым. Вот сейчас вы можете наглядно увидеть, как у нас будет тухнуть спичка при приближении к поверхности нашей мезги. Вот вы сейчас слышите шум утапливаемой мезги в нашем сусле. Она очень хорошо, эта шапка поднялась. Это свидетельствует о том, что еще процессы происходят. И таким образом эти процессы брожения поднимают вот эту вот нашу мезгу. Ее надо периодически, раза три в день, утром, в обед и вечером мы это делаем. Это нужно перемешивать для того, чтобы увлажнить поверхность мезги и тем самым не позволить ей окисляться. Вот мы видим, как мезга тонет при помощи вот этой нашей специальной палки. Вот. И все процессы спиртового брожения проходят нормально. Как говорится, полет нормальный. Здесь мы открываем сейчас мускат гамбургский, из которого будет одноименное деликатесное вино под названием мускат гамбургский. Вот так переворачивается вот этот толстый слой нашей шапки. С одного края мы уже утопили, поэтому оставшаяся часть норовит перевернуться. Здесь у нас в кадушках находится каберне-савиньон. Сейчас мы проверим, как тут происходит брожение. Замечательно, шапочка поднялась. Сейчас мы проверим спичкой. Зажгли спичку. Подносим к мезге. Вот. Она еще тухнет. Следовательно, процессы брожения еще происходят. А значит, мы еще оставляем на брожение вот в этих кадрах. И сусло пока не сливаем. Во второй каде у нас тоже процессы идут нормально. Вот. Почему мы держим долго на мезге наши сусла? Особенно у темно окрашенных сортов винограда. Учитывая, что все красящие, дубильные и всевозможные вещества, улучшающие вид будущего вина, находятся под шкуркой. Поэтому мы, пытаясь сделать вино более-менее насыщенным, держим до того момента, когда уже верхнее, то есть первичное брожение перестанет полностью происходить. Некоторые торопятся, после трех-четырех суток сливают, непонятно чем это оправдывая. Ну, кто хочет делать вино по-белому, то есть отделяя сразу от мезги сок, на таких сортов, как Каберне-Савиньон, Пино-Нуар, могут получать практически белые вина. Но для того, чтобы вино стало рубиновым, окрашенным в красивую рубиновую краску, для этого необходимо обязательно, чтобы шкурки виноградных ягод находились вот в этом вот сусле столько, сколько необходимо. В зависимости от температуры окружающего воздуха, эти процессы могут продолжаться как от 4-5 дней, так и до 2 недель. Ребята, в этом году у нас будет несколько видов драгоценного вкусного вина. Перечисляю сорта винограда, из которого было изготовлено наше вино. Это Пино-Нуар, Одесский черный, Мускат гамбургский, Кишмиш Юпитер, сделали немного, но с душой. Рокосетели, потом Шардоне, ребята, Мускат белый, Каберне-Савиньон. И вот сейчас самый последний поздний сорт винограда Каберне-Савиньон в ожидании теребилки. Так что, желающие, кто любит вкусное, изготовленное по самым старинным классическим рецептам вино, ссылочка будет в описании, заказывайте. Всегда будем готовы предоставить наивкуснейшее вино, которое в магазинах никогда не найдете, ребята. Главное, для того, чтобы вино получилось вкусное, необходимо, чтобы был свежий, хорошо созревший виноград, хорошее настроение, а также оборудование, которое это будет делать. И человеческие руки, не считая самого главного знания. Знания винодела, которые применяют при изготовлении вина, это основа основ, потому что любая ошибка может быть чревата окислением вина и превращением его в совершенно другой напиток. Вот такие вот, ребята, дела. Продолжение следует...